Да, уважаемые коллеги, добрый день. Помогите мне, пожалуйста, тоже сориентироваться, слышно ли меня, да, огонечками. Если все в порядке, да, вижу, отлично, благодарю. Мы с Татьяной проверяли связь, обнаружили, что есть небольшая задержка видео и звука. Если вдруг будет неудобно слушать, вы мне, пожалуйста, напишите. Я тогда вынуждена буду отключить видео, остаться только звуком, а потом в конце включу, просто чтобы вы могли нормально воспринимать материал. А может быть, с интернетом сейчас уже все нормализовалось. Хорошо, давайте будем начинать. Сегодня у нас действительно тема очень прикладная. Так, я вижу, что у нас есть вопросы, да. А, все понятно, здесь вопросы. Если, друзья, будут вопросы, можно писать в чат по ходу, либо во вкладке «Вопросы». Я в какой-то момент между нашими пунктиками нашей встречи, да, обращусь в эту вкладочку и посмотрю, что вы задаете. Итак, давайте начинать. Сегодня хотелось бы обсудить несколько важных моментов. Во-первых, когда мы с вами ведем какую-то деятельность, научную деятельность или непосредственно занимаемся подготовкой диссертационной работы, важно понять свои цели. И автор-исследователь, он у нас может выступать и просто автором, исследователем и человеком, который готовит диссертацию. Так вот, нам надо понять, эти цели одинаковые или разные. И если они разные, то каким образом их добиваться, можно ли совмещать эти и нужно ли совмещать эти виды деятельности. В общем, вот этот пункт очень такой существенно важный для понимания того, как мы в дальнейшем можем использовать инструменты, о которых будем говорить. Второе, конечно же, обсудим диссертации «Научная карьера». Нужен ли здесь выбор, потому что такой вопрос очень часто я встречаю. И очень часто встречаюсь в ситуации, когда человек говорит, что он занимается научной деятельностью, и для него это означает, что он пишет диссертацию. Синонимы это или нет, поговорим. Третье и четвертое. Мы с вами будем рассматривать как раз-таки РИНС, что это такое и как нам учитывать эти возможности РИНС. Ну и если мы говорим про e-library, то тоже посмотрим, какие инструменты нам этот сервис предоставляет. Итак, начнем с целей. И давайте, может быть, вы в чате мне поможете, дополните те цели, которые я буду называть, потому что наверняка перечень здесь будет неисчерпывающий, поэтому, пожалуйста, добавляйте в чат, что вы еще считаете значимым для автора-исследователя, то есть для человека, который пока не пишет диссертацию или уже написал диссертацию, а просто занимается исследованием. И поэтому, естественно, сама работа, она заключается в том, чтобы проводить исследования на определенную тему, да, искать актуальные востребованные темы, изучать их более внимательно, да, глубоко. И, соответственно, что значит изучать их более внимательно и глубоко? Это значит получать научный результат. Научный результат – это нечто новое, то, что до вашего исследования не было известно или не ставилось на научную повестку дня, да, поэтому просто заниматься изучением ради самого процесса, но это не вполне научная деятельность, потому что нас интересуют именно результаты, и результаты, которые мы должны предъявить научной общественности, и, соответственно, как мы это можем с вами сделать? Мы это можем сделать через публикацию научных результатов. Любой автор, любой человек, который ведет научную деятельность, он хочет поделиться этими достижениями, этой новизной с другими исследователями, возможно, обсудить это, да, то есть понять, как ему двигаться дальше в теме. Ну и, безусловно, любое исследование, которое мы с вами проводим, оно влияет на наш научный статус. То есть мы либо начинаем чувствовать себя более уверенным исследователем, мы подключаем какие-то новые возможности, используем, может быть, новые методы, различные инструменты. Если же у нас что-то не получается, мы можем, наоборот, терять свою уверенность и, в общем, пытаться найти что-то новое для себя, для того, чтобы вернуть вот это состояние уверенности. Почему я об этом говорю? Потому что очень часто встречаются ситуации, когда вот тот самый синдром самозванца, когда человек в принципе интересное исследование ведет, актуальное, и результаты у него есть, и приглашают его уже, например, на конференции, а он считает, что он еще не готов писать диссертацию. Поделитесь, кстати, в чате, друзья, кто планирует писать диссертацию, вот кто из присутствующих, у нас пока просто исследователь, еще пока не пишете диссертацию, но планируете. И вот можно плюсик поставить, можно написать, я планирую, для того, чтобы было понятно, что у нас есть люди, которые вот к этой категории относятся. И здесь очень часто вот этот научный статус, он как бы есть внешний, то есть как нас оценивает наше окружение, те, перед кем мы выступаем, кто читает наши публикации, наши коллеги, наши ученики, возможно, да. И есть тот научный статус, который у нас в голове с вами создается. Часто это не одно и то же. Поэтому здесь повышение научного статуса я подразумеваю именно с точки зрения внешней составляющей, то есть когда мы чувствуем себя состоявшимся исследователем. Это для многих важно. Некоторые не связывают свою научно-исследовательскую деятельность именно с этим процессом. Кто-то связывает. Вот вижу, что у нас есть участники, которые планируют это делать. Сразу же хочу сказать, что каждый из тех, кто в принципе заинтересован в проведении научного исследования, нравится научный, вот сама эта деятельность, да, не знаю, имеют публикации или пытаются написать публикацию, может это сделать. Не надо в себе заранее подрывать какую-то уверенность. Это сделать абсолютно точно можно. И наше, я имею в виду подготовить и написать диссертацию, и наша задача сегодня в рамках этого вебинара в том числе понять, а что нужно сделать в своих целях в том числе для того, чтобы диссертация стала вашей реальностью, а не просто желанием. Когда мы говорим про цели автора-исследователя, то, безусловно, когда заходит речь о том, что мы находимся не где-то на необитаемом острове, да, мы контактируем с нашими коллегами, то научные коммуникации, то есть то вот академические контакты, которые нас окружают, это тоже очень важно. Почему? Потому что это расширяет наши возможности, наши возможности как автора-исследователя. Важно это для аспиранта или декторанта, безусловно. Важно это просто для человека, который занимается исследованием, безусловно. Что нам дают научные коммуникации, и если вы собираетесь из обычного исследователя становиться исследователем, который готовит диссертацию, однозначно на это обратите внимание. Но, во-первых, когда у нас широкий спектр академических контактов, мы можем с вами получить какие-то консультации, мы можем получить доступ к какому-то оборудованию, мы можем делать, например, совместный грант с кем-то. То есть перед нами открывается больше возможностей с точки зрения реализации своих идей научных, получения этих самых научных результатов, потому что мы можем что-то обсудить, у нас могут возникнуть идеи, мы можем пройти апробацию наших результатов, провести апробацию, мы можем найти эксперта или готовить совместную публикацию. Допустим, если вы еще не публиковались и есть необходимость пробовать, да, делать какую-то первую публикацию, то, конечно, может быть, совместную публикацию делать проще, вы посмотрите алгоритм движения и так далее. Поэтому вот формирование сети некоторых академических контактов это очень-очень важная цель как для просто автора исследователя, так и для тем более человека, который готовит диссертацию, потому что вам нужны будут эксперты, вам нужны будут рецензенты, официальные оппоненты и так далее и тому подобное. Поэтому хорошо, если у вас будут люди, которые могут посмотреть ваше исследование, дать оценку и, может быть, дать какие-то советы. Еще одна цель автора исследователя это, безусловно, представление и продвижение результатов исследования, то есть для того, чтобы ваши результаты стали известны не только вам, но и тому сообществу в той сфере, в которой вы ведете научные исследования. С одной стороны, это важно для того, чтобы вас как исследователя знали, что есть такой ученый, который занимается исследованием в такой-то области. Кроме того, это важно с точки зрения закрепления авторства по определенным идеям за собой, потому что особенно если вы занимаетесь подготовкой диссертационного исследования или планируете это делать, то, конечно же, представить результаты и зафиксировать авторство за собой очень важно, потому что ваша диссертационная работа какое-то время будет висеть в открытом доступе и, конечно же, вам надо будет показать, что идеи, которые изложены в этой диссертации, это ваши идеи. Что здесь мы можем предпринять для этих целей? Безусловно, это выступление, это непосредственная презентация своих результатов в рамках конференции, в рамках круглых столов и так далее, то есть каких-то мероприятий. Во-вторых, это публикация результатов научного исследования, новизны, если она уже есть, ну и, безусловно, сама по себе защита диссертации для кого-то из исследователей становится целью, потому что это в том числе шаг к построению научной карьеры, это в том числе новые возможности, которые открываются для ученого со следующей ступенью в научном сообществе. Поэтому вот эти цели, они движут авторами-исследователями и многие ориентируются на все эти цели и при подготовке диссертации. Оказывается, что это не совсем так. Почему? Давайте посмотрим, а какие цели конкретно есть у аспиранта и докторанта. Я их вывела на слайд для того, чтобы их можно было посмотреть. Это не все цели, но давайте сначала про эти поговорим. Во-первых, первая цель это проведение исследования. Почему она стоит со звездочкой? Потому что, если вы пишете кандидатскую диссертацию, то есть вы являетесь аспирантом или готовите эту диссертацию самостоятельно, опять же, если вы откроете положение о присуждении ученых степеней, вы не увидите требования, что кандидатская диссертация должна быть основана на исследовании. Как бы это странно не звучало, как бы это нам неудивительно было слышать, докторская диссертация должна быть основана на результатах научного исследования. Поэтому я привлекаю здесь ваше внимание вот этой звездочкой. Но при этом я настоятельно рекомендую, чтобы даже в рамках кандидатской диссертации у вас исследование было. Потому что, честно говоря, я не представляю, как можно написать диссертацию любого уровня без исследования. Тем не менее, положение о присуждении ученых степеней, которое ВАГ нам рекомендует, как некий перечень требований к нам, не содержит этого требования. Следовательно, что значит мы проводим исследования? Мы обязательно должны получить научные результаты. И если, например, обычный автор исследователь изучает какую-то тему, что-то ему там пришло в голову, ему показалось, может быть, что это новизна, он опубликовал, у него приняли все нормально. То есть нет какой-то жесткой экспертизы относительно того, новизна это или ненавизна. Если он счел это новизно, если редакция журнала, в которую он отправил материалы, например, сочла это новизно и опубликовала, то вроде бы как все достаточно. Если же мы с вами говорим о диссертационной работе, то здесь мы обязаны, просто обязаны иметь новизну в тексте и в результатах нашего исследования. Без новизны защита диссертации невозможно. Более того, по требованиям ВАГ мы с вами должны опубликовать результаты научного исследования. Если внимательно почитать положение о присуждении ученых степеней, там это написано четко, что вы не просто должны иметь публикации, а у вас результаты исследования должны быть опубликованы в таких-то изданиях. Поэтому наша задача не просто проводить исследование, не просто получить новизну, наша задача ее опубликовать и опубликовать в соответствии с теми требованиями, которые к нам предъявляет ВАГ. Следующий момент. Среди целей аспиранта докторанта выделяются еще очень важные три цели. Во-первых, это поиск экспертов для оценки работы. Безусловно, вокруг вас находятся коллеги. Если вы работаете в научной организации или в образовательной организации, есть кафедры или отделы или еще какие-то структурные подразделения, которые занимаются исследованиями и, наверное, кто-то из ваших коллег ведет исследования в вашей теме или близко по вашей теме, то есть может выступить этим экспертом. Достаточно ли этого? Нет. Я бы рекомендовала расширить академические контакты. Мы с вами в прошлый раз, когда встречались, прошлую нашу встречу, говорили о научных мероприятиях и, соответственно, говорили там о том, что как раз на научных мероприятиях мы можем с вами выстраивать те самые контакты, для того устанавливать их, расширять, для того, чтобы найти экспертов, для того, чтобы можно было показать им работу до того, как вы ее вывесите на сайт диссертационного совета, потому что если работа будет вывешена, вы ее уже не сможете править. Поэтому любые какие-то консультации, получение обратной связи, это все нужно предусмотреть до того, как, и поэтому здесь вам нужны будут обязательно эксперты. Да, может быть, их нет у вас пока в вашем окружении, они, может быть, есть у вашего научного руководителя, но если мы все-таки с вами готовимся защищать диссертацию, кандидатскую, а уж тем более докторскую, мы с вами должны понимать, что академические контакты это неотъемлемая часть вашей будущей профессии, вашей будущей научной карьеры. Безусловно, наша задача будет состоять не только в том, чтобы написать, то есть провести исследование, написать диссертационную работу, но ее нужно еще и продвинуть, да, то есть нужно найти диссертационный совет, где вы будете защищать свою диссертационную работу, а в каждом диссертационном совете есть определенная специфика, и наша с вами задача состоит в том, чтобы с учетом этой специфики диссертационную работу свою выполнить. То есть вот эти нюансы, они предопределяют ваши цели, и, следовательно, здесь цель будет найти диссертационный совет для защиты не в самый последний момент, когда уже работа написана, а желательно это сделать заранее для того, чтобы учесть вот эти вот нюансы. Ну и, конечно, собственно говоря, если любой исследователь может изучать какую-то тему, публиковаться, выступать и так далее, и делать это по желанию, то аспирант и докторант, если он решил защищать диссертационную работу, написать работу мало, ее нужно защитить. Поэтому защищаем, это значит мы выступаем, отвечаем на вопросы, обосновываем результаты, свои научные результаты, полученные в рамках исследования, то есть вот эта цель, сформировать вот этот навык, понять, как это делается, это тоже очень-очень важно. И если вы прекрасно пишете тексты, но не очень хорошо говорите, этот навык нужно оттачивать, это тоже важная цель, которую необходимо учитывать. Безусловно, не все из тех целей, которые я здесь указала, вот только они существуют, еще масса может быть названа. Но наша задача сегодня с вами состоит не в том, чтобы все цели понять, а понять, чем отличается просто работа ученого-исследователя от работы, которую выполняют аспиранты или дектора. Исследователь, я все время говорю о том, что наука очень похожа на творчество. Мне очень нравится это сравнение, потому что наука, занятие наукой, это действительно широта и свобода выбора. Вы можете менять темы, вы можете сегодня интересоваться этим, завтра заинтересоваться другой темой, вы можете выбирать различные места для публикации, вы можете вообще, например, меньше публиковаться, больше выступать, или вы можете наоборот, вы выбираете деятельность, которая вам нравится больше и занимаетесь ею. У вас нет никаких ограничений по сроку, вам не надо делать там пять публикаций в год, например, ну естественно, если у вас трудовой контракт не содержит такие требования, если вы исследователь, который просто занимается изучением темы в свое удовольствие. Если же вы становитесь асперантом или докторантом, почему я все время говорю, что заниматься наукой и писать диссертацию это не одно и то же. Это вроде бы мы в одном поле с вами действуем, но это не одно и то же. Именно потому, что существует отличие в вашей деятельности, потому что аспирант или докторант он не имеет, то есть, точнее говоря, вот это научное творчество у него достаточно в ограниченной степени. Оно может быть при, в процессе поиска темы, в процессе понимания аспектов, какие я буду изучать внутри этой темы, а какие я оставлю другим исследователям. Но как только ваша тема будет определена, как только у вас будет определена специальность, по которой вы будете защищаться, все, ваша деятельность становится четко регламентированной, она ограничена номенклатурой, она ограничена паспортом вашей специальности, она ограничена вашей темой исследовательской, она ограничена положением о присуждении ученых степеней, она ограничена требованиями диссовета, то есть, мы с вами находимся в некотором коридоре ограничении, в котором мы должны провести это исследование. Это не плохо и не хорошо, это те особенности, которые нужно знать, и для того, чтобы не бояться войти вот в этот коридор и сказать, я хочу не просто быть исследователем, я все-таки хочу написать и защитить диссертацию. Надо понимать это отличие, не бояться его и смело в него двигаться. Ваша деятельность должна быть целенаправленной. Если просто ученый-исследователь может сегодня писать там публикацию в Аковский журнал, завтра он будет писать публикацию, там, я не знаю, монографию, например, задумает писать, то аспирант и докторант должен принимать решение взвешенно. Он должен как бы согласовывать свою деятельность с тем путем, который ему нужно пройти. Поэтому здесь нам нужно с вами учитывать, что диссертация и построение, подготовка диссертации и построение научной карьеры это не совсем одно и то же. Да, кто-то скажет, что Наталья, ну ведь когда я защищаю диссертацию, это тоже шаг на следующую ступень моей научной карьеры. Да, безусловно, это шаг. Но этот шаг, когда мы делаем, мы вот эти нюансы некоторые должны учитывать и в какой-то момент времени делать выбор. Я сейчас строю научную карьеру и меня вот это интересует или я сейчас в этот момент времени все-таки нацелен на подготовку диссертации. С чем это связано? Почему вот этот выбор все-таки необходим? По крайней мере на время подготовки диссертационной работы. Потому что мы сейчас только с вами сказали, что цели разные. отличия в деятельности существенные, ограничения при подготовке диссертации значительно больше, чем просто в рамках проведения исследований. Поэтому если вы будете пытаться, что называется, убить двух зайцев одновременно, это может получиться, это получится, безусловно, но надо отдавать себе отчет в том, что это будет дольше. Этот путь будет труднее и дольше. Если вы к этому готовы, то да. Если нет, то давайте посмотрим здесь, что мы можем решить для себя, какие учитывать нюансы для того, чтобы где-то это совмещение у нас случилось, а где-то мы не тратили лишнее время, но при этом оставались на качественном уровне исследовательском, но действовали эффективно. Когда мы готовим диссертацию к защите, то в чем этот процесс у нас состоит. Безусловно, это исследование, это подготовка публикации, это подготовка текста, диссертации и автореферата в соответствии с теми требованиями, которые установлены. Поэтому ориентирами для нашей деятельности является не наше желание, не то, чем занимаются у вас коллеги на кафедре или еще что-то. Если вы пишете диссертацию, ваш основной ориентир это требования ВАГ. Если напомню, что у нас в России есть возможность защитить диссертацию в так называемых диссертационных советах, которым дано право самостоятельно присуждать ученые степени. И тогда в этих диссертационных советах действуют свои требования, не те, которые нам утвердил ВАГ, а те, которые они сами определили для аспирантов и декторантов, которые будут защищаться у них. Поэтому, если вы планируете защищаться в диссертационном совете данного типа, вы, конечно, вы не читаете положение присуждения ученых степеней, которое для всех существует. Вы читаете положение присуждения ученых степеней в этом образовательном учреждении или в этой научной организации для этого конкретного диссертационного совета. Вот этот момент важен, друзья, вот этот момент понятен. Дайте мне огня, пожалуйста, если вот этот момент ясен. То есть, если вы будете защищаться в советах неподотчетных ВАГ, скажем так, назовем их, а те, которые самостоятельно выдают вам диплом, принимают ваш, то есть, у них все совершенно по-разному. Мы только на их требования ориентируемся. Спасибо, увидела, молодцы. Следующее, если же мы с вами говорим, а я все-таки строю научную карьеру, что для нас научная карьера? Сложно, безусловно, дать вот какое-то такое определение, тем не менее, карьера это всегда успешное продвижение, да, это продвижение в сфере научно-исследовательской деятельности, и естественно, сейчас, если раньше у нас научная карьера, и вот эти шаги, эти уровни, под которыми мы продвигались, они, возможно, характеризовались только научной должностью, которую мы могли занимать, то сейчас очень все обросло показателями, да, определенное наше достижение, оно должно зафиксироваться каким-то показателем, если этот показатель такой-то, то это не очень, если он другой, то вот это хорошо, если публикации там в международных базах, это здорово, если там в РИНСе, то не очень, то есть вот есть какие-то такие попытки обсчитать нашу научную карьеру определенными индикаторами, к которым мы стремимся, вынуждены стремиться, и поэтому основной ориентир здесь будет не те требования, которые к нам предъявляют ВАК или диссертационный совет, если я просто строю научную карьеру, мне это вообще неинтересно, здесь есть определенное представление о том, какие должны быть показатели, какой уровень этих показателей публикационных и так далее, должно быть у исследователей, и мы стремимся в том числе к увеличению этих показателей или к достижению определенного их уровня. Поэтому, если мы с вами начинаем соединять и то, и другое одновременно осуществлять и диссертацию готовить, и научную карьеру строить, получается, мы с вами ориентируемся на разные, мы должны ориентироваться на разные показатели, именно поэтому я говорю, что это будет дольше и сложнее сделать. И здесь вам решать, вы хотите это соединять, вы хотите найти это пересечение или нет. Если мы пытаемся найти пересечение, если мы пытаемся оптимизировать, я хочу и диссертацию готовить, и научную карьеру строить, где я могу это сделать. Первое, это, безусловно, в результате или там, где вы можете презентовать результаты научного исследования, то есть чаще бывать на научных мероприятиях, чаще о себе заявлять, чаще выступать, причем выступать на профильных научных мероприятиях, не на любых конференциях, которые проходят в вашем регионе, а прям тогда целенаправленно искать конференции, которые проходят по вашей тематике и заявляться с выступлениями, не просто, опять же, опубликовались и все, чтобы вас знали, чтобы вы были узнаваемым научным исследователем. Опять же, сегодня я не буду на этом останавливаться, мы с вами в прошлую нашу встречу 12 октября встречались и говорили, как использовать потенциал научных мероприятий для диссертации и, в принципе, для своей научно-исследовательской деятельности. Поэтому, если вы в прошлый раз были замечательны, если не были, то с удовольствием приглашаю вас посмотреть запись вебинара, она есть на сайте Директ Академии, можно найти в разделе записи, я ссылку дала, но, в принципе, или Татьяна ее сейчас продублирует в чат, или можно просто найти на сайте Директ Академии, где размещены записи вебинаров 12 числа, напомню, мы встречались. Я, кстати, благодарю, возможно, кто-то из участников прошлого вебинара сегодня тоже присутствует, мне очень приятно, когда вы мне пишете на почту, даете обратную связь о вебинаре, это вот последнее время это стало прямо замечательной традицией, когда я получаю от вас письмо, и вы говорите, что вы целые конспекты списали, или у вас идеи какие-то возникли, или еще что-то, поэтому здорово, с удовольствием рекомендую, вебинар действительно полезный, несколько человек мне дали по нему обратную связь. Что касается еще одного пересечения, где вот эта подготовка, диссертации и построение научной карьеры совпадают, естественно, в публикационной активности, естественно, там, где мы с вами можем проявить себя как автор и быть заметными, потому что выступление, это вы где-то выступили один раз, вас увидели там, но те участники, которые сейчас присутствуют на мероприятии, если же вы опубликовали статью, то вы становитесь более заметным для большего числа представителей научной общественности, ваших коллег и так далее, поэтому публиковаться, конечно же, надо. Что мы здесь учитываем, опять же, чтобы время зря не тратить, действовать эффективно, что мы, где мы вот это пересечение можем найти? Во-первых, давайте сразу определимся, что такое публикационная активность. Публикационная активность у нас, можно сказать, существует в двух ипостасях. Во-первых, это деятельность, то есть это как бы деятельность связанная с тем, что я готовлю публикации и результаты своего научного исследования размещаю либо в журналах, либо там материалах конференции, либо еще что-то. И здесь, если вы аспирант или докторант и хотите с одной стороны вроде удовлетворить требования ВАГ, потому что это для вас просто необходимо, а с другой стороны сразу параллельно строить научную карьеру, значит, вам нужно выбирать такие журналы, такие издания, которые бы позволяли вам проявить себя в вашей профессиональной сфере. Ну, например, вот я занимаюсь региональной экономикой. Есть журналы, которые прямо непосредственно связаны с исследованиями в области региональной экономики. Экономика региона, региональная экономика теории и практика. Это профильные журналы для исследователей в этой области. И если я хочу, я, например, аспирант, и я хочу, с одной стороны, эти журналы оба входят в перечень, и я хочу, например, сделать публикацию для диссертации, но я думаю, вот мне просто в какой-то журнал любой, в какой-то университетский, тоже хороший, но он не профильный, отправить статью, или лучше я отправлю в профильный. Если я уже задумываюсь о научной карьере, лучше в профильный, вы будете там более заметны, потому что там будут, эти журналы будут читать люди, которые занимаются исследованием в этой же области, и вас больше людей прочитают, больше узнают и так далее. Именно вот тех, кому вы адресуете свои результаты. Вы можете, у меня была ситуация, даже что мне написали, прочитав там публикацию, написали мне по указанному адресу, автор же указывают свой электронный адрес, и мне казалось, что ну уж никто не пишет по этим адресам, на самом деле пишут, да, у меня даже попросили, там, есть ли у вас еще вот такие-то разработки, поэтому это очень хороший способ вот этого пересечения. Но вы должны понимать, что если вы совсем начинающий исследователь, и хотите попасть в профильный журнал, чаще всего это будет сложнее сделать, там будут более высокие требования, там будет дольше издательский цикл, вы просто эти обстоятельства должны учитывать. Второе, чем является публикационная активность, это некий научный индикатор, который оценивается, да, то есть нашу публикационную активность оценивают, и если вы собираетесь строить научную карьеру целенаправленно, вы должны внимательно для себя может быть даже выписать или определить те индикаторы, на которые вы будете обращать внимание, традиционно большинство исследователей общее число публикаций и число цитирований, почему, потому что мы сегодня будем с вами говорить о e-library и ринсе, и будет понятно, что вы оттуда можете даже себе забрать такой типа виджета, который будет характеризовать вас как автора, и там будет вот эта информация, то есть это индикаторы важные. Кроме того, это индекс хирша, это показатель индекс цитируемости ваших статей, сегодня не буду подробно рассказывать о том, что это такое, чем выше индекс хирша, тем считается, что автор имеет больше весомости в научной сфере, в которой он занимается. Здесь следует оговориться при этом, что у некоторых опять же, да, вот если вы посмотрите вебинары, которые проводят представители РИНС и называют, дают статистику, данные всевозможные, то, к сожалению, и вот коллеги из антиплагиата прекрасные в прошлом году проводили круглый стол по этому же поводу, что существует, к сожалению, практика, когда ученые, ну, скажем так, искусственно увеличивают свой индекс хирша, и вот он такой не совсем объективный показатель, но тем не менее, за неимением лучшего ориентируемся мы на эти индикаторы, и поэтому вот для себя их нужно определить. В чем, опять же, пересечение, если мы говорим о публикационной активности, это важная деятельность у аспиранта и докторанта, и что здесь, какие здесь нюансы, которые нужно учитывать. Во-первых, для вас эта деятельность обязательно. Если я просто исследователь, например, начинающий исследователь, я пока не знаю, как писать статью, я могу не публиковаться. А если вы начинающий аспирант, то вы обязаны учиться публиковаться, потому что без этого вы не защитите диссертацию. И здесь, опять же, возвращаемся к требованиям. У вас есть официальные и неофициальные требования по количеству и качеству ваших публикаций. Что значит официальные требования? Официальные требования это те требования, которые вы можете посмотреть в положение присуждения ученых степеней, где указано, какое количество должно быть у аспиранта и у докторанта публикаций и где они должны размещаться. То есть, какие публикации вам зачтутся в зачет, а какие нет. Это что касается их качества, да, то есть, где конкретно они должны размещаться. Что значит неофициальные требования? Неофициальные требования, например, это следующее. Например, ВАГ не требует ни у аспиранта, ни у докторанта наличия монографии. Если же вы, допустим, вот очень яркий пример по педагогике, если вы работаете, исследования ведете в области педагогических наук, неважно даже, какая у вас специальность, и вы, например, планируете писать докторскую диссертацию, у вас 100% должна быть монография, а в педагогике даже не одна. Это не является требованием, то есть, официально такого требования нет. Но если вы посмотрите любую докторскую диссертацию по педагогике, вы увидите, что монографии есть везде, и у некоторых авторов прям по 5, по 3, то есть, по многу. И мы понимаем, если я готовлю диссертацию, я должна это тоже учитывать, то есть, это особенность, которую я должна учитывать. Если у меня не будет этих публикаций, скорее всего, я приду в диссертационный совет, мне скажут, извините, а где у вас монография? И вы не ответите, что так нет же такого требования ВАГ, значит, это такое требование, пожелание, да, со стороны диссертационного совета. Они считают, что как может быть докторская диссертация без монографии? Поэтому вот это мы тоже должны с вами учитывать в публикационной активности. Мы ее должны так спланировать, чтобы мы это все успели сделать. Второе, не стоит все свое внимание уводить в публикационную активность. Я часто рассказываю этот случай на разных мероприятиях по поводу того, как я писала кандидатскую диссертацию. Я ее писала очень долго, у меня путь был очень сложный, долго я ее писала 7 лет, то есть весь процесс. Понятно, что не все 7 лет я ее писала, я даже бросала и так далее это делать, но в какой-то период времени было примерно следующее. Я писала и писала и писала статьи, совершенно не занимаясь диссертацией. Мне казалось, что я сначала напишу много статьи, а потом я саду писать диссертацию. Это не совсем тот вариант, которого нужно придерживаться, по той простой причине, что да, публикации нужны, но публикации не сделают вам диссертацию. Если еще в стародавние времена и многие пожилые научные руководители могут вам дать такой совет, что ты напиши много публикаций, потом их соедини и у тебя получится диссертация. К сожалению, сейчас такой вариант или к счастью, не знаю, такой вариант сейчас не сработает, потому что ваша работа не пройдет проверку на оригинальность. То есть у вас будет низкий процент оригинальности, даже независимо от того, что это ваши публикации, а не чьи-то. Поэтому здесь увлекаться количеством не нужно. Нужно понять требования, которые предъявляют вам ВАГ, например, кандидатские это 2-3 публикации, которые в изданиях рецензируемых ВАГ, поэтому, ну да, небольшой запас сделать, но не надо их 20 штук иметь абсолютно точно. Ну и безусловно, если мы говорим о публикационной активности, то эта деятельность зависит не только от вас, потому что мало статью написать, ее должны опубликовать, поэтому не нужно ее откладывать на дальний какой-то временной отрезок и рассуждать прямо противоположно предыдущему тезису о том, что я сначала напишу публикации, потом сделаю из них диссертацию. Некоторые говорят так, я сначала напишу диссертацию, потом надергаю из нее и сделаю публикации. Надергать-то вы, может, и надергаете, но ваши публикации не успеют опубликоваться к моменту выхода вашей на защиту, либо вы будете сидеть и ждать, пока они опубликуются. Потому что сейчас цикл публикационный достаточно длительный, особенно если вы будете в более-менее качественные журналы отправлять свои статьи, поэтому здесь вот это обстоятельство тоже нужно учитывать. Для аспиранта и докторанта сроки важны, в отличие от исследователя, который может отправить свою статью и ждать спокойно год-полтора, его ничего не напрягает в этом смысле. Если мы говорим про научный индикатор, и если вы этой публикационной активностью хотите в том числе улучшить свои показатели или оказать на них какие-то воздействия, увеличить их, например, то что нужно знать? Во-первых, никаких требований по числу цитирований, количеству печатных листов или, допустим, индексу Хирша или еще каким-то индикатором, кроме количества публикаций в рецензируемых изданиях ВАГ, у ВАГ к вам нет. То есть сказать себе, находиться в иллюзии, что «Ой, если у меня будет низкий индекс Хирша, я не защищусь», это, друзья, вы как бы создаете себе ненужные совершенно ориентиры. Поэтому, если бы вы меня спросили совета, я бы вам сказала следующее. Не надо делать научные индикаторы и, соответственно, научную карьеру приоритетом в процессе подготовки диссертации. Уже само то, что вы готовите диссертацию, это уже шаг в вашей научной карьере, поэтому позвольте себе делать только этот шаг, не обращая пока внимания на показатели, на какие-то там увеличения цитируемости и так далее, потому что иначе вы будете распаляться. Кроме того, если же вы находитесь в ситуации, когда вы, например, работаете и у вас на работе есть эффективный контракт, по которому вам нужно выполнять определенные требования, вы пишете диссертацию и вам нужно выполнять определенные требования, которые ВАК вам предъявляют, и вы для себя считаете, что ну уж тогда, раз это есть, то я буду это совмещать, тогда уже подключайте в том числе и вот эти оценки, тогда ищите журнал, который отвечает этим требованиям, потому что в некоторых образовательных организациях, научных организациях есть, обращайте внимание в текст своих договоров, есть, например, не то, что публикация не только в Аковском перечне, а она в каком-то, вот в университете, например, есть свой перечень, более жесткий перечень изданий, то есть из этого общего большого перечня еще выбраны через определенный фильтр журнала, и для вашего контракта нужно быть опубликованным в этих журналах, тогда, конечно, не делаем двойную работу, тогда мы из вашего перечня выбираем журнал, и в этом журнале смотрим, входит ли он в перечень в АК, и в этом журнале делаем публикацию, то есть вот в этом только мы оптимизируем, потому что, естественно, если вы будете для работы делать одну публикацию, для диссертации делать другую публикацию, это, конечно, тоже достаточно сложно, поэтому берегите себя, берегите свое время, свою энергию, где можно оптимизировать, оптимизируйте. Ну, естественно, если мы говорим про показатели, которые влияют на научную карьеру, здесь в большей степени, я не случайно сказала, что они рукотворные, и здесь главный такой девиз, принцип не сделать себе хуже. В каком смысле? мы будем говорить сейчас о РИМС, и, соответственно, РИМС постоянно фильтрует свою базу, и если вы выбираете издание, смотрите, чтобы оно входило в РИМС, потому что, если оно в РИМС не входит, оно вообще ни на какие ваши публикационные показатели официальные вообще никак не повлияет, то есть вам эта публикация не зачтется. Почему я обращаю внимание на это обстоятельство? Потому что раньше все ВАКовские публикации индексировались в РИМС, сейчас это не так. Сейчас есть издания, которые в ВАКовский перечень входят, а в РИМС не входят. Но это не тема сегодняшней нашей встречи, я просто заостряю ваше внимание на этом. В нашу весеннюю сессию у нас будет вебинар, посвященный публикациям, поэтому, пожалуйста, если вам эта тема актуальна, обязательно на него приходите, там мы рассмотрим все нюансы, которые будут связаны именно с публикацией. На что же тогда мне ориентироваться? У нас с вами для ориентира есть Е-Лайбрари, есть РИМС. Вообще это все находится на одном сайте, и многие исследователи считают, что это одно и то же. На самом деле это не так. Е-Лайбрари это крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, она начиналась именно как библиотека, а потом она, это же одна и та же компания, победила в конкурсе и стала разрабатывать РИМС. РИМС это российский индекс научного цитирования, и мы с вами как авторы входим в эту общую базу, и по нашим публикациям, по нашему цитированию ведется определенная статистика, по которой мы можем сами себя оценивать, или нас могут оценивать другие исследователи. что здесь, как мы этими сервисами можем пользоваться, для чего они нам могут помочь, но если мы говорим про e-library в первозданном варианте, да, то это естественно электронная библиотека, мы можем там брать литературу для подготовки статей, для подготовки диссертации, мы можем смотреть, куда мне, где мне лучше опубликоваться, то есть искать журналы для публикаций, оценивать эти журналы, опять же, мы с вами, когда встретимся в следующий раз уже в весенней секции наших вебинаров, поговорим о том, а как оценивать журнал для вашей публикации, и естественно, это ринс, то есть индекс научного цитирования, когда мы с вами, как авторы, можем посмотреть оценки журналов, которые там присутствуют, и оценки собственной публикационной активности, то есть те самые критерии, которые нам позволяют видеть наше продвижение в нашей научной карьере. Поэтому на одном сайте это все совмещается, и я сегодня, к сожалению, не имею возможности рассказать обо всех этих возможностях подробно, потому что они слишком много в себя включают, это и работа с литературой, и работа с публикациями нашими авторскими, если у вас, что называется, нет спешки, встретимся весной, подробнее об этом поговорим, если же у вас есть необходимость разобраться в этих нюансах достаточно быстро, то приходите пожалуйста на курс, я с удовольствием вас приглашаю, курс технология подготовки успешной диссертации, в котором мы обо всем с вами поговорим, обо всех тонкостях, нюансах, и с точки зрения публикации, и с точки зрения подготовки диссертации, документов, защиты, автореферата и так далее и тому подобное. Курс себя включает 10 тем, мы с вами будем встречаться два раза в неделю, есть разные формы участия, слушатель, активный слушатель, VIP слушатель, посмотрите на сайте, что для вас больше подходит, если у вас есть какие-то вопросы, вы не знаете, какой формат участия в курсе вам выбрать, пожалуйста, можете мне написать на почту, свои сомнения какие-то указать, я вам порекомендую, что вам лучше подходит для того, чтобы ваш выбор был более правильный. Ну и естественно мы с вами в рамках курса рассмотрим все нюансы и все этапы вашего пути от самого начала, можно сказать, от выбора вашей темы, идеи и так далее до успешной защиты и заполнения всех ваших документов. Что же касается о том, что нам дает РИНС сегодня, да, и что мы с вами можем использовать уже сейчас для того, чтобы начать эти возможности и видеть хотя бы, что они есть. Буквально два момента по поводу того, что нам РИНС дает. В 2005 году произошел старт этого проекта и как раз таки на базе электронной библиотеки начал создаваться национальный индекс. В 2011 году у авторов у нас с вами появилась возможность регистрироваться в качестве автора на этом портале. Если вы еще не зарегистрированы, обязательно это сделайте. У вас будет личный идентификатор, SPIN-код, который позволит вас, во-первых, вы будете его размещать. Очень часто в публикациях требуется этот показатель, точнее говоря, этот код. И, соответственно, вы будете иметь статистику авторскую, которая будет размещена в вашем личном кабинете. В 2012 году в РИНС появилась аналитическая система для организации. Соответственно, если вы являетесь работником организации, вы можете за своих сотрудников увидеть, добавить и так далее. То есть проводить определенную работу, которая позволит уже по организации увидеть те достижения, результаты, которые есть. Ну и в 2015 году благодаря сотрудничеству с компанией Thomas Rates мы получили возможность на платформе Web of Science размещать в отдельную базу наши публикации в наиболее таких лучших, успешных журналах. Поэтому, если вы находитесь на этапе не подготовки диссертации, а построения научной карьеры и ищите журналы, которые вы позволили вам быстрее продвинуться в этом смысле, то имеет смысл из российских журналов выбирать именно те, которые в RSCI входят, то есть они размещены на этой платформе, если вы не пытаетесь сейчас публиковаться в журналах, в изданиях, которые входят в международные базы. Что касается авторских возможностей, если вы начинающий автор, буквально два слова об этом, у нас на платформе e-library есть, секунду, я сделаю указку, надеюсь, она видна теперь, у нас есть два раздела, это раздел автором, и вы можете сразу же войти вот в раздел, где у нас научный индекс, вот эта система для авторов, вы попадете в информационное поле, которое будет вам сообщать информацию о вас уже детально. Поэтому, если вы начинающий автор, первое, что мы делаем, мы регистрируемся обязательно. Второе, если вы автор не начинающий, для меня, например, было в какой-то момент времени открытие, что у меня есть монографии, и одна монография есть на e-library, а второй монографии нет на e-library, ну, я вот такой исследователь, который не очень-то отслеживает свои публикации, и я была удивлена, хотя рассылка, все было сделано как надо. Если вдруг вы такой исследователь, который обнаружил, что какой-то публикации из непериодических изданий, то есть не из журнала, у вас есть, например, монография, ее нет на e-library, что мы делаем? Мы обращаемся вот к этому разделу размещения непериодических изданий, и там есть инструкция по поводу того, что вам нужно сделать для того, чтобы ваша публикация стала доступна для читателей. Это очень важно для тех, кто заботится о том, чтобы ваши публикации все-таки были доступны для читателей. Вы не просто опубликовали, на полочку поставили, а вы все-таки хотите, чтобы с ними ознакомились. Когда мы зарегистрированы как авторы, что мы с вами имеем? У нас появляется раздел «Персональный профиль автора». Вы заходите на эту платформу, обязательно проходите авторизацию, и у вас перед вами открывается масса возможностей. Опять же, да, друзья, если вы уже продвинутые исследователи это знаете, одну минуточку потерпите, потому что я думаю, что в нашей аудитории есть и начинающие исследователи, для которых эта информация новая и важная. Если вы не знаете каких-то нюансов, друзья, то есть инструкция для авторов, кстати, их можно, эти инструкции, посмотреть и не начинающим авторам, потому что иногда мы не знаем тех нюансов, в частности, в рамках курса часто выясняется, что вот про это я не знала, это я не ведал и так далее. Мы просто что умели раньше, то используем, поэтому посмотрите, какие возможности есть. Кроме того, здесь ваша регистрационная анкета, которую вы будете заполнять при регистрации, она никуда не теряется, она вам доступна в любой момент времени, и если у вас что-то изменится, вы можете внести в эту анкету изменения для того, чтобы информация была актуальной. Ну и, естественно, у вас будет в личном кабинете информация о ваших публикациях, цитирование и анализ публикационной активности, те самые индикаторы, по поводу которых у многих есть некое волнение, стремление, чтобы они были больше, чтобы там узнаваемость была выше и так далее и тому подобное. То есть вы сможете мониторить ситуацию, связанную с вашими научными публикациями именно. Если мы говорим об инструментах e-library, то есть если мы говорим о библиотеке, а не о наших индикаторах как автора, что здесь мы можем использовать? Ну, во-первых, мы должны четко понимать, что раз это электронная библиотека, то мы там видим различного рода публикации. Как мы их можем использовать? Первое, это, естественно, мы можем там искать литературу для подготовки статей или для обзорной главы, для диссертации, вообще для того, чтобы подать свою новизну в работе. Нам надо обязательно ваши результаты сравнивать с чьими-то результатами, потому что иначе мы не поймем, что это новизна, да, мы не сможем показать, что это новизна. Мы должны показать, что вот этот автор так считал, этот вот так, этот так, а мы предлагаем вот такой-то взгляд. Поэтому без литературы мы здесь обойтись не можем ни с точки зрения просто исследователя, ни с точки зрения тем более аспиранта или докторанта, когда нам хотим мы или не хотим, у нас есть обязательный структурный элемент диссертации, который называется список литературы, и он должен быть огромным. Огромным это каким? Ну, как минимум, там, 150, 200 и так далее, больше источников, если мы уже говорим про докторскую диссертацию. Поэтому, где брать литературу, не в каждом городе есть стационарные хорошие библиотеки, да, можно электронной библиотекой это пользоваться, можно и нужно. Безусловно, в этой библиотеке публикации размещены не просто точечно, они размещены внутри научных журналов. И поэтому, если вам нужно подобрать журнал для публикации, который соответствует критериям ВАГ, и вам надо понять, допустим, вот как мы ищем журналы? Ну, есть же перечень ВАГ, скажете вы, я вот посмотрю там и возьму журнал. А может быть, этот журнал настолько сложный для попадания, что вы с этой публикацией будете там два года, полтора года маяться. Поэтому нам нужно не просто журнал подобрать, ну, вот из перечня, нам его нужно оценить. А это мы можем сделать только в том числе на этой платформе, воспользовавшись e-library и возможностями RINs, потому что именно там есть оценка журнала. Кроме того, если вам нужно, например, найти для другой цели журнала, вы хотите посмотреть, какие для вас, для вашей темы журналы являются профильными, вы тоже можете это сделать на e-library. Ну, и естественно, раз мы говорим, что e-library и RINs, они неразрывные, они существуют вместе, мы можем отслеживать судьбу своих собственных публикаций, мы можем смотреть, цитируется эта публикация или нет, мы можем смотреть, вообще она уже появилась в открытом доступе или нет, потому что, опять же, для некоторых отчетов, например, в нашей научной организации, я работаю в Российской Академии наук, у нас в отчете засчитываются те публикации, которые размещены в RINs, то есть, мало эту публикацию опубликовать, важно, чтобы она появилась в RINs, поэтому, если у вас есть такая необходимость увидеть, проконтролировать, что публикация уже размещена, вы это тоже можете сделать в своем авторском профиле и как раз-таки на e-library увидеть, что она уже там появилась. Если мы говорим о возможностях e-library, как о более удобном таком способе работы, как с литературой, так и с журналами, выбираем их под разные цели. Почему это удобно? Во-первых, напоминаю, что e-library это открытый ресурс, то есть, вам нужен только интернет и только авторизация. Что касается авторизации, вы можете вообще дома зарегистрироваться, но если у вас есть возможность зарегистрироваться, находясь на территории вашей научной учреждения или образовательной организации, стоит это сделать там, потому что вам могут быть предоставлены просто более широкие возможности. Потом вы будете пользоваться и проходить авторизацию, уже зарегистрировались вот на работе, а уже пользуетесь, пожалуйста, в любом месте. Кроме того, мы с вами в этом сервисе можем создавать запросы, подборки, и это все будет сохраняться внутри этого сервиса, и поэтому пользоваться этим мы сможем с любого компьютера, с любого, вам не нужен домашний компьютер, который будет там занимать у вас, эти подборки, какое-то место и так далее. У вас будет все там внутри вашего личного аккаунта. Опять же, как это делать, на курсе рассказываю, здесь, к сожалению, за такой короткий промежуток времени не могу это сделать. Что касается возможностей с точки зрения широты той литературы и тех журналов, которые вам предоставляет этот сервис, огромное количество публикаций и огромное количество журналов. Очень часто при поиске литературы у людей другая сложность возникает, что когда мы неправильно, не знаем, как подобрать ключевые слова или делаем достаточно грубый подбор, то мы получаем десятки тысяч публикаций, мы не знаем, куда с ними деться. Опять же, вот на курсе мы говорим о том, как работать с литературой, сейчас я покажу, где какие, что называется, флажочки нажать для того, чтобы у вас отбор этот литературный был более правильный. Ну и, естественно, наличие свежих публикаций, то есть самых актуальных, самых последних номеров и так далее. Даже если у вас есть, вы живете в областном городе, у вас есть, например, областная библиотека или публичная библиотека, пока туда физический экземпляр журнала дойдет, пройдет время, в e-library у вас появляется все очень быстро. Поэтому не пренебрегайте этим инструментом, пользуйтесь. Что касается поиска литературы, давайте быстренько прям по слайдам пробежимся для того, чтобы нюансы я вам подсветила. Во-первых, когда вы заходите на e-library, всегда авторизовывайтесь. Вот у меня, допустим, я вошла в свой личный аккаунт и у меня есть возможность, как я могу искать литературу. Я могу искать обычным поиском или расширенным поиском. Вот этот раздел, если я нажимаю на расширенный поиск, а я вам рекомендую только расширенным поиском пользоваться необычным, потому что сразу вы ограничите, включите дополнительные фильтры и ваш поиск будет более эффективным. Вы попадаете вот на такую поисковую форму. Что мы здесь делаем? Во-первых, ключевые слова. То есть, если вы занимаетесь исследованием какой-то темы, ну, например, я занималась в рамках докторской диссертации исследованием социальной инфраструктуры. Все для меня это ключевое слово. Я ввожу сюда социальные инфраструктуры, и если я оставлю только это слово, у меня действительно будут десятки тысяч публикаций. Для того, чтобы мне найти то, что мне нужно, мне нужно обратить внимание на раздел тип публикаций. Хочу ли я искать отчеты, патенты, диссертации, там, депонированные рукописи, или я вообще хочу только статьи в журналах. Все лишние галочки убираем. Чем шире вы сделаете поиск, тем потом больше времени вы потратите на отбор необходимых вам источников. Кроме того, вы можете ограничить вот в этих вот зонах журнал, тематика и авторы. Если вас интересует конкретный автор, я сейчас покажу, как иначе можно его найти, но, например, вас интересуют работы автора именно с этим ключевым словом. Пожалуйста, здесь выбирайте автора. Если конкретный журнал, знаете, вот, например, как я говорила, да, у меня есть профильные журналы, пожалуйста, здесь можете ограничить эти журналы. Я, например, хочу посмотреть только публикации в экономике региона, связанные вот с этой тематикой. Пожалуйста, это можно здесь сделать. Ну и, естественно, на вот эти галочки и флажочки, да, мы тоже обращаем с вами внимание, которые у нас в разделе параметры находятся. Здесь нужно, очень важно, да, посмотреть годы публикации, потому что, если вы не ограничите годы, у вас будет и старое, и новое. Я рекомендую вам делить эти запросы. Пожалуйста, если вы хотите показать эволюцию чего-то и хотите взять старые источники, сделайте отбор старых источников отдельно, отбор новых источников сделайте отдельно, для того, чтобы вы понимали, что это вот более современные, это менее современные. Ну, естественно, если, например, вы хотите, больше не хотите нигде искать, вам надо найти и здесь же почитать, например, и так далее, выбирайте там, где есть полный текст. Далее, если я не просто хочу по ключевым словам искать, а я хочу посмотреть журнал, я знаю, что у меня есть профильный журнал, например, та же самая экономика региона, я хочу его найти и посмотреть вообще, что в этом журнале, то есть, я вот вообще тему, допустим, еще подбираю, и мне надо понять вообще, о чем сейчас пишут. Этот журнал входит в Web of Science, он входит в скопус, он имеет высокий квартель, и я хочу понять вообще, что, 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 что важно и вот сориентироваться. Пожалуйста, для этого я с главной страницы захожу во вкладке навигатор, выбираю журналы и попадаю вот на такую карточку, каталог журналов. Я знаю название, ввожу название. Не знаете название, хотите, например, посмотреть журналы по своей, в принципе, области исследовательской, педагогика, там, я не знаю, медицина, экология, что угодно, вот здесь тематику выбираете, и, следовательно, на поиск, да, у вас выберутся эти журналы. Если вы ищете журналы для того, чтобы поизучать статьи, которые есть в вашем профиле, это достаточно. Если вы хотите, например, посмотреть журналы более мощные, которые там входят в RSI, да, вот я не все подряд журналы хочу смотреть, а я хочу только сильные смотреть, пожалуйста, поставьте себе вот в этом чекбоксе галочку, входит в эту базу, и, следовательно, у вас выберутся только наиболее авторитетные журналы, которые отобраны и входят, размещены на платформе Web of Science в разделе RSI. Тоже здесь мы с вами можем использовать возможности сортировки, то есть вы можете посмотреть, вот здесь откройте, на галочку нажмете, и у вас выйдет дополнительное меню, в котором можно будет осуществить выбор. Ну и если я, например, знаю ключевых авторов в своей теме, я знаю, кто занимается моей темой, и я хочу посмотреть их публикации, я не хочу по ключевым словам искать из десяток тысяч выбираний. Нет, я хочу это сделать вот таким образом. Значит, я возвращаюсь на главную страницу, в раздел навигатор, выбираю авторов, и попадаю вот на такую карточку поиск автора. Смотрите, если вы знаете спин-код автора, он есть на публикациях, например, во многих изданиях, вы можете по спин-коду искать автора, можете искать по фамилии. Если вы не знаете, вам опять же нужна тематика, или вы знаете, что этот автор когда-то занимался этой темой, потом занимался другой темой, потом занимался третьей темой, и вы хотите, у него, например, много публикаций, и вы хотите оптимизировать и выбрать только вот определенную тематику. Пожалуйста, здесь можете выбрать тематику и осуществить поиск. То есть, как мы видим, несмотря на то, что, казалось бы, это один сайт, мы с вами по-разному можем подойти к поиску литературы, к поиску журналов, например, хоть для своей публикации, хоть для исследовательских целей, и здесь достаточно широкие возможности для того, чтобы вы вот этот поиск организовали для себя. Поэтому, друзья, я надеюсь, что вы воспользуетесь теми возможностями, которые мы сегодня рассмотрели, а я, конечно, завершаю нашу сегодняшнюю встречу, сейчас буду отвечать на ваши вопросы, я вижу, что в чате есть сообщения, возможно, это вопросы, и я, конечно же, приглашаю вас на курс, который стартует 8 числа, и я надеюсь, что мы с вами много полезного рассмотрим, именно вот в такой последовательности, прям на слайдах, прям пошагово, со стрелочками, нажми туда, сюда не нажимай, здесь сэкономим время, а здесь ни в коем случае экономить его нельзя, нужно сделать вот так и никак иначе, вот в таком ключе курс абсолютно практикоориентированный, поэтому, пожалуйста, приходите, для кого актуально. Я прошу вас дать мне обратную связь огоньками, насколько наша встреча сегодняшняя была с вами полезна, скажу, что после курса, курс у нас будет, благодарю вас, друзья, курс у нас будет продолжаться месяц, если вы выбираете тариф активный слушатель, я с вами буду на прямой связи, у нас нет на курсе никаких помощников у меня или еще что-то, я буквально несколько дней назад получила вопрос, который с сайтом мне был задан как автору, что кто будет работать со мной, куратор или вы, у нас нет на курсе никаких кураторов, работать буду с вами я, поэтому, пожалуйста, если для вас важна именно вот эта обратная связь, именно возможность посоветоваться в режиме закрытом, да, потому что мы будем с вами по электронной почте общаться, то тогда это тариф активный слушатель. Если вы готовы задавать вопросы в закрытой группе, пожалуйста, можно выбирать тариф слушателя, если у вас есть какие-то вообще вот прям проблемы или вопросы, которые нужно серьезно обсудить и нужна индивидуальная консультация, VIP формат участия, тогда для вас. Так, друзья, я благодарю вас, начинаю отвечать на ваши вопросы, поэтому пишите, пожалуйста, в чат, если они есть, и делюсь с вами ссылочкой на свою открытую группу ВКонтакте с информацией для аспирантов и докторантов. постепенно эта группа, я надеюсь, будет оживать у меня, да, в связи с последними событиями переходим, перешла ли я, да, из Фейсбука на ВКонтакте. и давайте посмотрю ваши вопросы. При проверке диссертации низких, то это свидетельствует о том, что она не соответствует, то есть отсутствие Людмила, прекрасно, вот вы, благодарю, вообще, друзья, вот включайтесь, если у вас есть вопросы или какие-то у вас комментарии, пожалуйста, задавайте, потому что вот я бы об этом не сказала, а благодаря Людмиле я вам сейчас прокомментирую эту ситуацию. Смотрите, компания Антиплагиат прекрасные ребята, вообще отличные, они абсолютно адекватно все оценивают, рассматривают, Антиплагиат это тот инструмент, который позволяет диссертационным советам как-то подстраховаться вам что-то, понять о своей работе и так далее. Но, к сожалению, к сожалению, вот у нас был большой круглый стол, в том числе я была участником круглого стола с компанией Антиплагиат, где мы собирались представители разных сторон, скажем так, исследовательской, компания Антиплагиат, диссертационные советы и издательства. И было понятно, что позиции, как бы мы все друг друга понимаем, то есть в реальной жизни каждый друг друга понимает, но мы оказываемся в такой ситуации, в которой у каждого, что называется, есть немножечко своя правда. если вы приходите в диссертационный совет, и я просто с этим, друзья, сталкиваюсь каждый божий день, я провожу консультации, да, ко мне приходят люди с готовыми работами, с вопросом относительно того, почему меня отклонили, например, диссертацию в диссертационном совете и так далее, то есть масса, там, сопровождаю аспирантов и так далее. Так вот, основная проблема не в том, что у вас низкое самоцитирование, с самоцитированием как раз проблем практически не бывает, основная проблема в том, что способ проверки вашей работы в диссертационном совете очень часто отличается от того способа, которому учат в компании антиплагиат. То есть я очень часто получаю диссертационные работы, вот эти отчеты из диссертационного совета на консультации, и когда я вижу, что там явно была проведена просто машинная проверка, автоматическая проверка, там не было проверки, не было проверки экспертной. И там вплоть до того, что фамилия автора записана как антиплагиат, в смысле как плагиат, потому что у автора есть публикация. Поэтому здесь я с вами согласна, что цитировать себя надо, я это не отрицаю, но этого должно быть немного, однозначно, потому что самоцитирование у вас тоже учитывается, да, в результатах этой проверки. И поэтому, конечно, с оригинальностью возникают сложности. А диссертационный совет очень напрягает, когда у вас низкая оригинальность. поэтому вот здесь, Людмила, к сожалению или к счастью, такой ответ. Я иностранный аспирант спрашиваю, как написать успешную кандидатскую диссертацию. Как написать успешную? Сложный вопрос. Прийти на курсы, получить ответ. Ну, либо прийти на консультацию, получить ответ. Опять же, иностранный студент в какой стране? То есть, да, я консультирую людей не только из России, и поэтому в рамках вебинара ответить на этот вопрос не представляется возможно. Так, как грустно, что не все в АКС, Копус, Вебуссаймс отражаются в РИНС. Да, да, Диана, к сожалению, мы с вами должны, друзья, это иметь в виду, потому что вот автоматически мы раньше считали, и это действительно было так, что если журнал индексируется через ВАК, да, входит в перечень ВАК, то все, я его использую, все нормально, это везде мне зачтется. Нет, к сожалению, сейчас масса таких журналов, кстати, не штучная. Так, когда он перейдет непосредственно к заявленной теме. Нет, Наталья, это не реклама моего курса. Мне кажется, что я ответила на эти вопросы. И вообще, для того, чтобы объяснить возможности инструмента, сначала надо, с моей точки зрения, рассказать о целях. Постоянность будет звукопаузы. Так, некоторые диссертационные советы, наоборот, требуют больше, большое количество публикаций статей по своей научной работе, и только из этих статей как раз и состоит научный доклад для защиты. Анна, так я как раз об этом и сказала, что если вы выбираете диссертационный совет, который самостоятельно устанавливает, как бы, утверждает и дает ученую степень, вы ориентируетесь только на его требования. И если в его требованиях надо из своих публикаций создать диссертацию, значит, вы так и делаете. То есть, я не могу про все диссертационные советы, которые утверждают свою, да, дают свою ученую степень в рамках вебинара сказать. Я как раз акцентировала на этом ваше внимание, что не только требования в акт нам нужно учитывать и знать. Сколько будет стоить этот курс? Информация об этом есть на сайте, друзья, там разные тарифы, вижу ваши благодарности. Ага. Я сожалею, Наталья, что вы разочарованы. Борис, благодарю. Так, против антиплагиата есть другие программы, убирают методы проверки антиплагиата. Тогда вопрос, зачем машинная проверка без эксперта. Мне сложно сказать, зачем машинная проверка без эксперта. Ну, наверное, для того, чтобы человек поработал с текстом, повышая его оригинальность, да, есть другие программы, но во время проверки это видно. Опять же, если посмотреть на вебинары, которые проводит компания антиплагиат, они прям вывешивают, как это видно во время проверки. Хорошо, друзья, благодарю вас. Если вопросов нет, всего доброго. Увидимся и до свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok